Кафе, сотрудник которого попал в инфекционку с кишечной палочкой, находится в Саранске, на улице Восенко. Медики сообщили о факте заражения в Роспотребнадзор. Это и послужило поводом для инспекторов прийти в кафе с проверкой. Первым делом посетили кухню и вот что нашли. Это нарушение поточности, то есть это нарушение встречной потоки сырой готовой продукции, чистой и использованной посуды от посетителей. Также было обнаружено, что отсутствуют необходимые условия для мытья посуды после посетителей. Это все мылось в одних и тех же ваннах, что может способствовать распространению данной инфекции. Кроме этого, рассказывают в Роспотребнадзоре, были нарушены правила нанесения маркировок. Все это стало поводом для обращения в суд. Служители Фемиды приняли решение закрыть кафе на 60 дней. Помещение, где выявили нарушение, опечатали. Вы сейчас работаете в данный момент или нет? Нет. У нас только бар. Только бар работают, да? Директор кафе объясняет, нарушения действительно были, но никакой кишечной палочки во время проверки не нашли. Чтобы привести помещение в санитарный порядок, понадобилось несколько дней. Теперь руководство заведения снова обратилось в суд с просьбой о досрочном открытии. Но это же не повод говорить, что в кафе к столу подавали инфекцию. Есть сотрудник, он отравился у себя дома и попал в больницу. И просто он, то есть никакого отношения, как бы, ну типа, были же проверки, и всех сотрудников, и поиск этой инфекции их у нас нет. То, что человек отравился, ну где-то у себя дома, это никакого такого прямого, прямой связи, что какая-то тут эпидемия нет. То есть у нас подобной инфекции нет. И нам приостановили деятельность лишь за вот эти как раз бюрократические моменты. Роспотребнадзор говорит, что подобных бюрократических нарушений пруд пруди почти в каждом заведении общепита Саранска. Потому что размещаются они чаще всего в зданиях, не предназначенных для кормления людей. Например, в порядочной столовой всегда зона раздачи еды и сбора грязной посуды – это разные помещения. Так правильно. А вот в бывших офисных зданиях иногда невозможно разграничить техническое пространство. В довесок перед открытием заведения общепита теперь можно не приглашать санитарных специалистов на осмотр. Поэтому, говорят в надзорном органе, часто собственник делает красивый и просторный зал для гостей, а на кухню внимания не обращает. А зря. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости.